Всем привет, ребята! Вы на канале Джили Джили и с вами Юля. Ну что ж, я рада, наверное, это говорить, и вы сами видите, что я нахожусь сейчас не дома, все, я переехала в Москву, первое видео на новом месте, поэтому надеюсь, что вы поддержите меня лайком, подпиской на мой канал, соцсети остальные, которые в описании. Ну и, собственно, сегодня я хочу вам показать покупки на Велберес, что я заказала, пока я там переезжала, пока собирала вещи, многие товары дошли до меня, но уже в Москву, и поэтому сегодня я хочу вам показать, что я заказала. Тут будет и канцелярия, и косметика, что-то из одежды, короче, сборная солянка, у меня два огромных пакета, отдала я за это больше 10 тысяч рублей, вот такой вот пакет, еще точно такой же сейчас вам покажу. Вы понимаете, что сегодня будет огромное видео, еще я заказала штатив, который сейчас мы с вами первым распакуем, потому что мне нужно с помощью него снимать видео, точнее я уже снимаю, поэтому начнем с него. Вот такие огромные пакеты, они очень тяжелые, поэтому давайте распаковывать. Как я говорила, я переехала в Москву, тут снимаю квартиру, и поэтому у меня нет штатива, я его не забрала из Иркутска, так что распаковываем тот, который я на Велберес забрала. Честно скажу, что я его уже распаковывала, потому что его нельзя вернуть в случае чего, но я посмотрела, вроде бы неплохой, так что давайте вместе сейчас распакуем. У меня был похожий, я не знаю, это подделка или нет, потому что я так посмотрела на него, он, конечно, мне кажется, немного похуже, чем мой, хотя вроде бы по характеристикам такой же, но, возможно, немножко похуже, потому что мой стоил 5 тысяч, этот стоит 1800. Ера Про, трипод штатив 160 сантиметров, мне это нормально подойдет, потому что я меньше 160 сантиметров, так что нормально, вот можете почитать тут характеристики. И давайте откроем, он идет в чехольчике, вот в таком вот. Что я могу сказать вообще про эту марку, ну у меня прошлый штатив, прошлый мой штатив, который у меня дома, он прислужил мне 5 лет, потом он сломался немножко, то есть вот эта верхняя часть, она плохо работает. Но, в принципе, в целом он функционирует. Надеюсь, что этого хватит мне хотя бы на 4 года. Так, вот так вот он выглядит в разложенном состоянии. Как вы можете заметить, все нормально функционирует, открывается, но, честно скажу, в сравнении с моим штативом, который дома, ножки тут прям вообще хлюпенькие, они очень маленькие, особенно вот эти, которые, получается, уже дополнительно выдвигаются, они очень маленькие. Но, в принципе, сойдет за эту цену, я думаю, нормально, ну и надеюсь, что он прослужит мне, как я говорила, хотя бы 3-4 года. Сейчас в Москве очень жарко, до 33 градусов доходит, и, знаете, в квартире очень жарко, очень душно, но я все равно снимаю видео, потому что уж очень хочется вам показать все. Так, первый пакетик, они, на самом деле, одинаковые, именно по величине, но, конечно, наполнение там разное. Давайте начнем, наверное, с того, что я заказала и на подарок, и себе. Заказываю уже не первый раз. Вот такие две коробочки у меня. Так, достану их, потому что они одинаковые, то есть я заказала с одного и того же магазина, уже второй раз заказываю. Заказывала примерно где-то в марте, и вот решила снова, это наборы масок от Nature Buy, создана природой для вас. Мне эти маски безумно понравились, они, знаете, очень приятные, и когда их наносишь на лицо, то есть они такие тканевые, то бывает охлаждение, такой приятный аромат, поэтому я заказываю второй раз. И еще две упаковки, я заказала одну на подарок, подарю маме, а вторую заказала себе, потому что они просто нереальные. Показываю, какие тут масочки в итоге есть. Получается тут семь масок, можно использовать их каждый день, можно, конечно, не каждый день, но первая это вот такая вот маска с улиткой, потом получается маска с огурцом, это вообще моя любимая маска, она мне очень понравилась, я ее когда попробовала, знаете, прям нереальный, во-первых, аромат, я думала, что она будет пахнуть не очень приятно, но она пахла свежестью, прям, знаете, аромат был божественный. Так что вот такая маска с огурцом, маска с красным жиншинем, потом маска коллагеновая, маска с алоэ вера, тоже вообще мне очень понравилась, маска с гранатом и маска с зеленым чаем. Мои самые любимые маски, вообще из-за чего я сгадала этот набор, это вот зеленый чай, прям нереальная маска, знаете, божественная, офигенная, точно советую. Вообще у Nature Buy реально классная продукция, и вот эти маски как раз-таки их производство. Потом получается маска с гранатом, маска с алоэ вера, моя любимая, и маска с огурцом. Вот эти четыре масочки просто покорили мое сердечко, они очень-очень вообще классные, приятные, поэтому советую. Так что я заказала аж два набора, давайте второй тоже распакуем, но там такие же вот масочки от этого бренда Nature Buy. Наборчик точно такой же, тоже тут семь масочек, тут также семь масочек, поэтому эти масочки пойдут на подарок. Оставляю ссылочку вам в описании, оставляю артикул, заказывайте, сейчас прекрасная цена, можете, видите, заказать и на подарок, и просто так два набора у меня получилось по цене одного, как я заказывала, допустим, в марте. Следующая это вот такая вот упаковочка, тут я заказала себе очки, вообще вы спросите, лето заканчивается, зачем тебе очки, как бы уже август. Но на самом деле я очень давно хотела такие очки, и они у меня были, но я их потеряла где-то, я их заказывала на Алиэкспресс. На Алиэкспресс, конечно, заказывать долго, и очень-очень будет неудобно. Что хочу сказать, очки хорошие, за 261 рубль правда подарок, потому что смотрите, как они выглядят. Ну, мне в целом нравятся, конечно, немного, мне кажется, они мне большеваты, но... В целом неплохо, я вам скажу. И они мне понравились тем, что, знаете, на Алиэкспресс я заказывала очки вот за 180 рублей, и у них, получается, были вот тут вот все оправы, они из дешевого пластика были выполнены, и вот даже, получается, сами линзы, они были прям вообще очень-очень стрёмными, и уж точно не защищали от солнца. Эти, конечно, тоже вряд ли, потому что все-таки это не очень дорогие очки, но, тем не менее, они хотя бы выглядят, знаете, достойно, так нормально, и за 261 рубль правда хорошие очки. Поэтому советую, если вы думали, где найти такие вот популярные очки, то заказывайте, я их очень давно себе хотела, и поэтому заказала, не знаю, мода там, не мода, вышли они из моды или нет, у всех они есть или нет, но я хотела, чтобы они были у меня, поэтому я их заказала. Также, друзья, хочу вам посоветовать свой телеграм-канал, ссылочка на него в описании, он называется так же, как и мой канал на ютубе, скоро будет конкурс в моем телеграм-канале, как только там стукнет 500 подписчиков, поэтому подписывайтесь, очень много всего интересного. Я на самом деле очень люблю соль для ванны, поэтому я ее купила, это получается соль для ванны, она необычная, потому что она с пеной, не знаю, правда это или нет, потом вам покажу обязательно во влогах, конечно же. Давайте откроем, стоила она 139 рублей, тут получается 750 грамм, давайте пахнет она вкусно, не знаю, будет ли такой же запах, когда ты ее будешь добавлять, собственно, в ванную, но обещают, что тут должна быть и пена сразу, то есть не надо дополнительно покупать, там пену для ванны, можно просто взять соль и все, и уже будет сразу пена. Не знаю, посмотрим, но пахнет она в принципе жасмином, классно, и цвет тоже у нее неплохой. Так что посмотрим, протестируем, но это я вам все покажу уже во влоге. Посмотрела я очень много советов от студентов, и они все говорят, что нужен степлер. У меня никогда не было степлера, я почему-то жила без него даже в школе, хотя он часто нужен был, и поэтому решила сейчас заказать на Вайлдберс, пока не там по скидке, возможно. Стоит этот степлер 188 рублей, получается, написано, что гарантия 3 года на него. Вот такой маленький степлер, он прям небольшой, от Браурберг, в принципе, неплохая компания, и поэтому вот решила. Так что небольшой back to school видео, но правда вот купила такой степлер, получается, он стоил, как я уже и говорю, 188 рублей. Красного цвета, в принципе, вроде бы работает, но я не знаю, как обращаться с степлером, честно. С степлер, я думаю, правда нужная вещь, поэтому я решила его заказать, чтобы был, пусть будет, все равно пригодится, конечно же. И также я заказала за 100 рублей, тут 100 скоб получается, а не 1000 штук скоб для этого же степлера. В целом все нормально, скобы пришли, все есть, поэтому степлер и к нему скобы сразу заказала. Получилось все вместе, у меня 288 рублей. Следующее, что я заказала, это чехол на мой 11-й айфон. На самом деле я решила его заказать просто потому, что мне понравилось то, что тут можно класть карту. Конечно, мне кажется, это не особо практично, потому что если у тебя кто-то, допустим, возьмет телефон, то он может просто так же и забрать эту карту. Не очень удобно, но, может быть, я буду его использовать, поэтому вот такой вот получается чехольчик. В принципе, он качественный, стоил он 222 рубля, нет, он стоил 234 рубля фиолетового цвета, так как мой телефон, он, собственно, сиреневый, фиолетовый, и поэтому я заказала точно такой же чехол. В принципе, выглядит он презентабельно, то есть нормально, получается кардхолдер, можно, если так его назвать. И сам он, в принципе, качественный, то есть есть и защитные бортики, так что за 234 рубля прям хороший. Он, кстати, стоил сначала 390, но потом я зашла еще раз на Wildberries, и он уже стоил 234 рубля. Там еще есть очень много других оттенков, я сначала заказала прозрачный, но потом перезаказала на вот такой фиолетовый. Ну, дальше просто мега-обзор, знаете, немного одежды, так сказать, потому что тут у меня носки. Носков много не бывает, поэтому я заказала аж, смотрите, 3 пачки. Получается, тут у меня 8 пар, вот тут 8 пар, и вот тут вот получается 4 пары. Носки от бренда FANOS & SILVAS. Надеюсь, правильно произнесла, но сейчас вы сможете видеть, как называется этот бренд. И написано, что носки премиум класса, хлопок 70%, полиамид 20% и лайкро 10%. Носки все у меня приходят в плохое уже состояние, буквально через неделю, поэтому я надеюсь, что эти носки не подведут, будут хорошо себя вести, в принципе, в носке, так сказать, потому что тут у меня получается в сумме 20 пар. Так, получается, первые носки я распаковала, тут серые носки, 4 пары, получается, и 4 пары бежевых. Вот такие вот носочки, смотрите, хорошие носочки. Мне нравятся, они тянутся, это 25 размер, потому что, ну, обычные носки заказывают всегда побольше, чтобы точно все было в порядке. Тянутся хорошие носки, не очень плотный материал, но и нелегкий. То есть, знаете, такой вот, вот сейчас ходить самое то. Ну и вообще, я вот люблю именно такие носки, потому что, знаете, бывают то очень толстые, то очень тонкие, а вот эти средние, прям то, что мне нужно. Это, получается, серые, таких я 4 пары заказала, и тут, получается, у меня еще 4 пары бежевых. Тоже сейчас вам покажу. Вот такие бежевые носочки, очень удобно, знаете, потому что белые носки не всегда практичны, а бежевые носки, они вроде и не темные, вроде и не очень светлые. Знаете, тоже что-то среднее, я прям люблю такие вот товары, которые что-то среднее между тем и тем, золотая середина. Я заказала также и цветные носки, потому что люблю, чтобы были какие-то яркие носочки. И тут, получается, 4 цвета, тоже 8 пар носков. Так, давайте посмотрим, это вообще мой самый любимый цвет. Вот такие вот носочки, они уже, кстати, побольше получаются. Тут были короткие носочки, а вот эти уже немножко побольше носочки. Розовые носки, мятные и голубые. Вообще, мне, честно, очень нравятся эти оттенки, как они подобраны, потому что я как раз люблю все эти цвета, и фиолетовый, и мятный, голубой, и розовый. Эти носки отличаются тем, что тут 4 пары, и они с классными рисунками. Меня это прям зацепило, поэтому покажу сейчас вам. Симпсоны. Очень интересно, что на каждом носке свой рисунок. То есть, видите, тут такая вот семейка Симпсонов, а тут она уже в другом месте где-то. Adventure Time, вроде бы, если не ошибаюсь. Да, тут вот написано Adventure Time. Вот такие желтые. Просто посмотрите, какой желтый прям оттенок. Это носки с Gravity Falls. Вот такие желтые, смотрите. Офигенные носки. В целом прикольные. Вот как раз-таки у меня есть мерч Рика и Морти. Я прям вообще в восторге. Теперь у меня куча носков, но зато офигенно. Думаю, хватит надолго. Посмотрите просто, сколько у меня пар. Но класс. Заказывайте, не пожалейте. Ссылочку оставляю в описании. Бренд просто огонь. И второй пакетик от Wildberries, конечно же. И давайте покажу, что тут есть. Первая это вот такая вот коробочка. Вообще, я думала, что я закажу это для канцелярии, но потом поняла, что все, как бы школа закончилась. Как бы я много канцелярии не собираюсь покупать. Ну, потому что ручки, какие-то красивые карандаши, я не знаю, пока что не планировала. И мне больше сейчас нравится что-то делать с моими всякими штучками для косметики. Я привезла, конечно же, все с собой. Но не привезла разные свои органайзеры, потому что просто некуда было класть. Поэтому я заказала вот такого бренда House Land. Товары для дома. Очень красивую штучку. Кстати, не говорю вам, сколько стоит. Эта штучка стоит, получается, 455 рублей. Она шла вот в такой вот коробочке даже, чтобы все дошло. Это очень красивый органайзер для косметики. Он прям безумно качественный. Органайзер выполнен из достаточно-таки плотного пластика, то есть качественный пластик. И получается, тут вот есть отсек. Потом два отсека открываются-закрываются, как в виде шкафчиков. В принципе, они довольно-таки вместительные, я вам скажу. Сюда точно поместятся карандаши для губ. Это однозначно. Потом, получается, тут вот много есть также отсеков, куда я буду сейчас все складывать. Покажу обязательно вам. И получается, этот органайзер, он стоил 455 рублей, но пришел, как видите, в отличной коробке. Ну и также, в принципе, выглядит он очень доброт. Это я хочу вам показать в отдельном видео. Это я уже не первый раз заказываю. Это вот такая вот картина-мозаика от Кьюбрикс. Меня постоянно спрашивали, где ты ее заказывала. Вот я заказывала ее на Валберес. Также оставляю вам ссылочку. Эти картины реально классно дарить на какие-то праздники и так далее. Потому что ты, получается, просто загружаешь в приложение, точнее, на специальный сайт свою фотографию, и тебе показывают, как сделать картину. Мозаика также есть в комплекте. Поэтому вот такая вот классная алмазная мозаика из твоей фотографии. И еще заказала вот такую вот вещь от Кьюбрикс. Это картонный 3D-конструктор Bulldog Organizer. Мне очень стало интересно, пока я тут в Москве еще обживаюсь, пока не иду на учебу. Хочу поснимать каких-то прикольных видео и показать вам, что это такое. Это нужно собирать самому. Это, получается, картонный. Буду вам показывать. Такая вот тяжелая, знаете, коробочка. Точнее, не коробочка, а упаковка. Вот так вот у меня получилось. Пока что рассвермировала все. Пойдет. Вот тут у меня органайзер, косметика. Тут, как я говорила, бижутерия. Там таблетки разные и так далее. То есть лекарство. Будет бокс. Тут у меня чехлы на телефон. Зеркало. Потом спрей для волос. Тут у меня тоже такой вот бокс. Это спонжики. Тут еще поставлю сейчас свои новые ароматы. Беда пари. И, в принципе, вот такой вот у меня отделчик получился. Так что, друзья, вот такое было видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Ну, а с вами была, как всегда, ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч. И всем пока-пока.